Добрый вечер! В Брестском областному театру кукол быть. Уже в 2015 году артисты-кукольники вернутся на постоянное место прописки. Таков вердикт главы региона Константина Сумара. Виновники торжества – люди культуры и искусства. Накануне профессионального праздника, Дня работников культуры, в городе Малорита чествовали артистов и музыкантов, библиотекари и работников киноиндустрии, фольклорные и заслуженные коллективы. Я в военные пойду, пусть меня научат. Еще один кадетский класс открылся в городе Бресте на базе средней школы номер 35. Я благодарен Бресту, я благодарен белорусской земле за то, как и каким она меня воспитала. Мое сердце всегда с брещанами. Откровение солиста, композитора, аранжировщика белорусских песняров Олега Аверина. В областном центре с успехом прошел концерт легендарной группы. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. На этой неделе глава региона Константин Сумар проинспектировал ряд строящихся объектов города Бреста, находящихся в различной степени готовности. Под пристальным вниманием руководителей региона оказался театр кукол, реконструируемая набережная и центральная трасса областного центра, улица Московская. Участники своеобразного мониторинга, руководители и ответственные чиновники города и региона. Во время рабочей поездки говорили и обсуждали много вопросов, но самое главное – это сроки и качество строительства, разумное использование финансирования любых проектов, а также ответственное отношение к делу руководителей. Каким выводом пришел губернатор региона и о его претензиях как к отдельным чиновникам, так и в целом городскому активу областного центра, расскажет Лариса Осмолович. Брещина всегда была и остается самой строящейся областью в Беларуси, и что бы ни говорили, как бы ни сетовали предвзятые оценщики, строительство ведется. Да, есть просчеты и недоработки, есть проблемы, но тот не допускает ошибок, кто ничего не делает, главное – не наступать на грабли во второй раз, то есть уметь извлекать уроки из своих же просчетов. А сегодня это немаловажно, время экономически сложное и на постоянную помощь государства рассчитывать не стоит. Это неоднократно подчеркивал президент страны Александр Лукашенко. Некоторые чиновники пока в смысл этих слов не вникли. Это как раз именно в какой-то степени, что тот старый менталитет, который сохранился, тяп-ляп, он уже не такой степени развит у нас в Брестской области, но он еще есть, проявляется. И он проявляется потому именно, что нет хорошего контроля тех людей, которые отвечают за эту работу. Вот и все, другое не скажу. Поэтому оценка им будет дана еще в другом месте. Отправной пункт рабочей поездки – театр «Кукол», строительство которого берет свой отсчет с 2010 года. Проект сложный для строителей, многоплановый, но то, что по окончанию работ увидят берестейцы, несомненно стоит и затрат, и усилий. Он будет поистине уникальным. Это уникальное здание для города Бреста. Одно из самых красивых зданий будет объекта. Здесь предусматриваются два зала со сценой уникальной, которые поднимаются, поворачиваются. Туда уже входят репетиционные залы, артистические помещения, кафе, бары, танц-залы. Будет разработан уникальный дизайн-проект здания. Будет оформлено с наружной стороны, с фасада будет художественное оформление со статуями. Ну, в общем, красивое это будет здание для города Бреста. Пока брещане не видят ни красоты, ни уникальности, но все еще впереди. Ведь временно строительство притормозили, поскольку финансирование, а это порядка 800 миллиардов, было перенаправлено на другие объекты, в том числе медицинские, чтобы ликвидировать долгострои. Так каковы перспективы? Михаил Водчиц, руководитель 33-го строительства, проинформировал, что до конца ноября здание театра будет под крыши, чтобы зимой в теплом помещении уже вести отделочные работы. Это как бы штучный продукт, очень много нюансов здесь. Ну, может быть, я всегда говорю, не нравится, что здесь столько видов стеновых материалов, но выбор как бы небольшой, потому что такое назначение самого объекта будущего здания. Мы здесь как бы проходим сейчас самый сложный этап в строительстве объекта – это выход на кровлю. Я думаю, что с 15 по 20 ноября мы должны закрыть само здание. Этот объект, как бы нам трудно ни было, мы в будущем году, если не в первом полгодии, но я думаю, будем нацеливать в первом полгодии, это уже не директивный такой слой, потому что с деньгами неизвестно, как у нас будет получаться, но то, что мы его в будущем году должны закончить в теплое время года и открыть вместе со всем народом, это должно быть так. Следующий вопрос? Именно так. Яркая униформа работников стройтреста номер 8 видна была издалека при вращении городской набережной. Из винтажного состояния, не в самом лучшем смысле этого модного слова, в благоустроенный уголок отдыха в разгаре. Ведутся монтажные работы подводки коммуникации к будущему фонтану. Кладется тротуарная плитка, одновременно облагораживается территория, сроки поджимают, ведь к ноябрю весь процесс должен быть закончен. Но вниманию главы региона подверглась не только центральная часть, но и окрестности. Было указано и ландшафт в порядок привести, и парапеты поставить не вычурные, да и с орнаментом плитки поработать. А в целом и сроки, и качества, необходимые компоненты в каждом процессе вполне удовлетворительны. Есть и новость весьма позитивная. Согласно плану реконструкции, было решено сохранить почти в первозданном виде деревья и кустарники, знакомые не одному поколению берестейцев. Мы когда вошли сюда со стройкой, задача была максимально сохранить. Вот самшит, который тут растет, ему уже, как уже говорят наши специалисты, более 50 лет. Он старый. Его тяжело, как старичка, пересаживать влево-право. Поэтому две таких карты, которые росли, мы его пересадили вот сюда. Зеленстрой пересадил. А тот оставшийся, уже его решили не трогать, а все дорожки уже вписали в этот самшит. То есть по проекту он там переносился, убирался как-то. Решили не трогать, оставить. Зеленая зона, чтобы было. Проезжающие после обеда по улице Московской в районе ЦМТ горожане с интересом наблюдали за тем, как губернатор меряет шагами центральную городскую улицу. И это не случайно. Новенькое, дорогостоящее, современное дорожное покрытие строители постарались положить с эффектом по морям, по волнам. Решение Константина Сумара не заставило себя ждать. Это однозначно переделать за счет подрядчика. Средств на эту работу выделяться не будет. Я специально привел сюда руководителей городских организаций и города, чтобы показать, насколько похабно положить асфальт, или положили, вернее, асфальт именно на этой разворотной полосе. И почему это сделал? Потому что деньги немалые, и разворотная полоса дает определенную жизнь для движения транспорта, облегчает и так далее. Но нельзя же, вкладывая, например, немалые деньги в эту работу, обратно рушать технологии. Поэтому я специально сегодня поставил перед ними задачу. Но, может быть, в этом году, в связи с тем, что температурный режим не будет позволять, и не делать снова больше ошибок, они сделают сразу же с весны будущего года. Но эту работу надо обязательно будет сделать. Уже в заключении глава региона, обращаясь и к чиновникам, и к журналистам, подчеркнул, что никто не позволит работать по старинке. Менталитет белоруса должен измениться, если мы хотим жить по-новому, пользоваться благами цивилизации. Касается это всех нас и каждого в отдельности. У нас очень много в городе начальников различных. Но все время надо подсказывать, показывать. То ступеньки где-то проломались, то деревья высохлились, сломали, и там пустые остаются эти квадраты и так далее. То забор на Саурово поломали. Так у нас же есть люди, которые должны все время там смотреть. Если что-то, то исправлять обязательно. А и находить виновных, то что это дело за счет этих виновных. Поэтому мы сегодня как раз объезд вот этих объектов нацелены на то, чтобы еще раз показать властным структурам города Бреста, чем им надо заниматься. И я все сделаю, возможно, что они закрутятся совсем по-другому, потому что так нельзя делать. Деньги вкладываем, надо их эти деньги с умом вкладывать, и чтобы не было там нарушений технологий. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Уже завтра свой профессиональный праздник отметят работники сферы культуры. Люди, которые помогают нам воспитывать в себе духовное начало, учат быть преданными своим ценностям и идеалам. Это день людей, избравших для себя тяжелый, но очень благородный труд – нести искусство в массы, делая его не только доступным, но и зрелищным. Накануне профессионального праздника в городе Малорита состоялось торжественное чествование лучших работников культуры области. В преддверии знаменательного праздника слова искренней признательности и благодарности за добросовестный и плодотворный труд в адрес руководителей коллективов, индивидуальных исполнителей, музыкантов, работников библиотечной сферы звучали от руководства региона. На торжественном мероприятии побывала Анастасия Назбринпотницкая. Праздник, посвященный Дню работников культуры, стал ярким мероприятием осеннего календаря Малориты. Еще бы, его организаторами стали те самые виновники торжества, для которых создавать праздники – элемент привычной, но такой полюбившейся работы. Почетным гостем мероприятия, посвященному профессиональному празднику работников культуры, стал губернатор региона Константин Сумар. Главу области в Доме культуры встретили в прямом смысле с хлебом и солью, только в больших масштабах. Местные мастерицы в преддверии праздника испекли исконно малоритский гречишный хлеб, разновидностей которого было представлено огромное количество. Кроме того, в фойе Дома культуры была организована экспозиция картин берестяйских художников. Брестский регион богат талантливыми людьми. В этом руководитель области не сомневается. Это огромная армия, которая трудится у нас в области работников культуры. Она вкладывает очень огромную лепту в нашу жизнь, в жизнь наших людей. И самое главное, от этого я бы тоже увязал бы зависеть в многое результаты работы нашей экономики. Они заставляют по-другому оценивать вот все то, что окружает их. И я бы сказал, если так уже конкретно прививать к культуру жизни, бытия, отдых определенного. То есть делать нас немножечко лучше, добрее, красивее. Культура – великий учитель того, как надо жить, сказал кто-то из великих. Действительно, именно чувство прекрасного и умение его различить отличает людей образованных и нравственно воспитанных. Огромное количество почетных гостей в зале Дома культуры города Малорита – яркий показатель того, что Брестский регион – настоящая сокровищница талантливых, мудрых и одаренных людей. В преддверии профессионального праздника дня работника культуры в город Малорита прибыли лучшие представители данной сферы деятельности, чтобы подвести итоги своей многолетней и плодотворной работы, а также наметить новые цели и новые задачи, которые помогут вывести нашу область на совершенно иной культурный уровень. Одна из них – поддержка молодых талантов в их становлении как известных личностей. Нам надо только больше стараться. Я об этом уже говорил руководителям различных коллективов и особенно тем, кто устраивает концерты, устроителям концертов на уровне области или района, чтобы мы побольше вот этих молодых талантливых деток приглашали на наши концерты, чтобы они обкатывались, чтобы они светились перед нашими людьми. И таким образом мы можем выводить их и на уровень областной, и республиканский уровень. Среди тех, кто в праздничный день выходил на сцену, были люди совершенно разных профессий, объединенных под эгидой культуры. Руководители ансамблей и коллективов, директоры поселковых клубов и домов творчества, работники библиотек и музеев. Заслуженные награды нашли своих достойных обладателей. Благородный и такой нужный для общества труд был отмечен как руководством области, так и республики. И это весьма почетно. Однако и в этом уверены счастливые обладатели грамот и благодарственных писем – главная радость, которую почетные работники культуры обрели много лет назад. Это любимая работа, которая со временем стала частью счастливой и яркой жизни. Просто сейчас говорят, что библиотеки не нужны, что книги никто не читает. Но, как я, библиотекарь, уже с 35-летним стажем, могу сказать, что слухи о смерти книги сильно преувеличены. Она живет, просто она уже принимает другие формы, другой формат. Если раньше читали книгу на папирусах, потом ее стали читать на бумаге, сейчас мы читаем электронные книги. Ну, а мы, библиотекарь, сейчас больше занимаемся поиском информации для наших читателей. Я очень им благодарен, всем, всем своим участникам корректировать. Я 78-го года на Брежщине и думаю, еще поработаю. Хотя скоро на пенсию, буквально через два месяца, мне будет 60 лет. Ну, думаю, поработаю. Пока будут силы, буду стоять на сцене. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. Другим темам. Еще вчера это были обычные мальчишки и девчонки, которые беззаботно резвились во дворе, играя в догонялки или прятки. Сегодня они практически военные, обладатели почетного звания кадет. Более полусотни учеников средней школы номер 35 с города над Бугом накануне приняли присягу и теперь с гордостью будут нести честь мундира, что обязывает их быть не только прилежными учениками, но и настоящими людьми, преданными своей родине и своей стране. Побывала на торжественной присяге наша съемочная группа. Своё летоисчисление кадетство как форма подготовки молодых людей к службе в армии ведет с 1732 года, когда в России был торжественно открыт первый кадетский корпус. Летопись этого направления обучения в средней школе номер 35 начала свой отчет времени в прошлом году. Именно тогда в учебном заведении были открыты первые классы кадетской направленности. В 2014-м желающих носить парадную, черно-красную форму не уменьшилось. Не исключено, что в будущем это будет Брестский кадетский корпус, а возможно и училище. У нас есть кадетский компонент. Удобно заложить его с пятого и с восьмого класса. Поэтому мы набираем кадетские классы с пятого и с восьмого. Вот на нынешний момент у нас два пятых, шестой, восьмой и девятый. В 2017-м году мы дадим первый выпуск. Ваня Сахарчук сегодня ответственен как никогда. Еще бы сегодня, вчерашний мальчишка станет настоящим кадетом. Миссия его ответственна еще и потому, что он продолжатель традиций дедов, прадедов и родителей, которые также являются сотрудниками правоохранительного ведомства. Этот день волнителен не только для самого Вани, но и для его мамы и папы. Торжественно клянемся быть преданными своему отечеству, своей семье и школе. Клянемся! Вообще желание было у меня самого. К примеру, мне поступили родители, деды. Они тоже работали в милиции. И сейчас работают родители. Ну, и я решил тоже стать кадетом. Вообще у нас вся семья – это люди военные. Начиная от прадедушки и до настоящего поколения. Сыну тоже всегда нравилась форма. Еще буквально пару лет назад он говорил, что тоже будет служить в органах внутренних дел. Но, скажем так, школа находится, в принципе, во дворе дома. И он очень часто наблюдал за вот этими детками, за кадетами. Ему очень понравилось. Я ему рассказала, что это такое. Что это не просто так прийти в школу и одеть форму. Форма она всегда обязывает. Поэтому детки, они становятся, скажем так, наполовину военно обязаны. Военные. А это, в свою очередь, дисциплина. А особенно для мальчика дисциплина очень важна. Кроме традиций в обучении, а это и военная, и спортивная подготовка, важным элементом воспитания настоящего кадета является умение танцевать вальс. Эту традицию в средней школе номер 35 также сохраняют. Переменные шаги и так называемые левые квадраты молодые люди знают на отлично. Поэтому танец получился красивым и романтичным. Однако не только это является важным элементом формирования настоящей личности. Об этом в обращении к новобранцам неоднократно говорил глава администрации Московского района Александр Рогачук. В своей речи он подчеркивал, что новая форма и новый статус обязывают школьников быть настоящими людьми и искренними патриотами своего города и своего района. Александр Рогачук выразил уверенность, что новое поколение станет гордостью москвичей и будет прославлять район далеко за пределами областного центра. В вашей жизни произошло очень важное и ответственное событие. На ваших плечах погоны, погоны, которые отстворяют в себе честь, благородство, патриотизм. Все самые лучшие человеческие качества. Я хочу пожелать, чтобы вы достойно их носили. Не только на словах, но и на деле звучали пожелания и напутствие в этот день. Специально к празднику военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады подготовили выступление, в котором показали кадетам, что такое настоящая выдержка, усиленная подготовка и вера в свой идеал. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Утилизация коммунальных отходов – тема, которая на протяжении многих лет не теряет своей актуальности во многих странах мира. И раздельный сбор мусора в этом насущном вопросе сыграл первую скрипку. Западная Европа оценила преимущество этого метода, ведь с его появлением весь мусор прямиком поступает на перерабатывающие заводы, а не оседает на полигонах твердых бытовых отходов и не загрязняет впоследствии окружающую среду. Свою солидарность в этом деле проявил и наш город Брест, в котором вопросу разработки новых методов раздельного сбора мусора уделяется пристальное внимание. Недавно представители Брестского мусороперерабатывающего завода привезли из соседней Европы новую идею. Что она собой представляет и в чем ее преимущество, расскажет Виктория Драгобецкая. На днях во дворе жилого дома на улице Якельчика появились необычные мусорные контейнеры. Причем метаморфозы коснулись не только внешнего вида, но и количества. На месте трех незречно серых мусорных баков было установлено сразу семь новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Более того, их презентация прошла в виде праздничной акции, организованной сотрудниками Брестского мусороперерабатывающего завода. Перерезвязание красной ленты, краткий лейбез, о пользе раздельного сбора мусора, а также конкурсы, викторины и, конечно, подарки. Программа торжественного открытия новой контейнерной площадки жильца микрорайона Вулька запомнится наверняка. У такого творческого подхода к мероприятию есть серьезная подоплека. В связи с тем, что государственной программой Республики Беларусь доведены очень высокие показатели по сбору вторично-материальных ресурсов, мы добиваемся максимального излечения вторично-материальных ресурсов из твердобытых отходов. В связи с этим мы в городе Бресте решили провести эксперимент по увеличению излечения этих объемов из обычных контейнеров. Таким образом, если раньше на контейнерной площадке у нас стояло 3-4 контейнера, то сегодня мы ставим 7 контейнеров для твердобытых отходов непосредственно по наименованиям. Бумага, пластиковые бутылки, строительные материалы, электрические лампочки и пищевые отходы. На новой контейнерной площадке нашла съемкость даже для баночки из-под йогуртов. Основное преимущество новых баков состоит в том, что сегодня мусор, образно говоря, не варится в общем котле, что запросто происходило в старых контейнерах и, увы, не подлежало сортировке. Отныне органические отходы больше не будут смешиваться, скажем, с бумагой или пластиком. Как итог, чистые бутылки, банки и строительный мусор, для которых следующим адресом прописки станет линия сортировки на мусороперывающем заводе, а не полигон бытовых отходов. В свою очередь, это положительно скажется на экологии. Кстати, результаты от эксплуатации новой контейнерной площадки уже успели заметить. Меньше, чем за неделю. Мы в понедельник, буквально 6 числа, извлекали коммунальные отходы отсюда, но уже в контейнере с пищевыми отходами мы выбрали 240 литров. То есть загрузили с этого контейнера. Строительных материалов также было извлечено порядка 300 литров. Это вообще много? Это много. Это много. Для первого раза это хорошо. И упаковке было извлечено 2 пакета по 240 литров. Мы уверены в том, что данный эксперимент принесет очень положительный результат. И с помощью этого эксперимента мы, повторяю, сможем больше извлекать вторично материальных ресурсов. И эти площадки мы планируем в дальнейшем их увеличить по городу Брест. Это первая такая европейская площадка, которую мы установили в городе Бресте. Кстати, у жителей двора, в котором установлена новая контейнерная площадка, также есть своя выгода. Если раньше они платили не только за вывозную сортировку мусора, то сегодня траты уменьшатся. Графа «сортировка» выпадет из жировки за счет того, что каждый житель сам выступит в роли сортировщика. Подводить итоги эксперимента будут спустя 3 месяца. Если они окажутся оправданными, в течение двух лет такие контейнерные площадки появятся во многих брестских дворах многоэтажных домов и в частном секторе. Вы смотрите итоговую программу на канале БукТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь, сказала когда-то Софи Лорен. Действительно, как замечают стилисты и парикмахеры, идеально подобранная стрижка украшает ее обладателя, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. А женщины уверены, что именно благодаря правильной укладке можно стать настоящей королевой красоты. Однако в погоне за образом не только обыватели, но и специалисты. Ведь парикмахерское искусство требует постоянного развития, поиска новых форм, соответствующих модным тенденциям. Но в этом печени есть еще один не менее важный пункт признания публики. Это делает обычного парикмахера настоящим мастером. Недавно брещанка Олеся Назарова вернулась в родной город из славного города на Неве с победой. Какой? Узнаем из материала Анастасии Назарин-Потницкой. Идеальная вечерняя прическа за 25 минут – это реально, уверена студентка Брестского колледжа сферы обслуживания Олеся Назарова. Несмотря на особую скрупулезность, с которой девушка выполняет свою работу, итог всегда вызывает восхищение у окружающих. Еще бы, образ хорошо гармонирует не только с нарядом, но и с характером модели, подчеркивая ее индивидуальность. Несмотря на внешнюю легкость исполнения, в каждом движении рук, расчески и ножниц чувствуется профессионализм, наработанный годами, ведь дело жизни было выбрано осознанно. Всегда мне нравился парикмахер. Это мое, я всегда пришла, знала, куда я иду, я знала, чего я хочу получить от этой специальности, скажем так. Как бы мне ни казалось, что парикмахер – это что-то такое, как, знаете, обычно идут учиться, потому что куда-то не поступили. В моем случае я шла, потому что я знала, что это такое. Мне это нравилось, я это люблю дело. Ну и ни на что бы другое не променяло бы, по крайней мере, сейчас так считаю точно и надеюсь, так дальше будет. С такой же легкостью Олесе Назаровой удалось стать победительницей международных олимпийских соревнований по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские берега». Итог был и неожиданным, и долгожданным. В мастера верили близкие и родные. Педагоги и наставники Олесе считают, что это первое место она получила благодаря своему особому трудолюбию и стремлению всегда совершенствоваться. Разглядели еще с первого курса. Разглядела не я, разглядели еще мастера. На первом курсе, когда она еще училась, получала только начальную профессию парикмахера. Вот, уже было видно, что она сможет добиться многого. Я думаю, что это тоже не предел. Мы очень рассчитывали на победу, ее хотели, наверное, поэтому и получили. Олеся уже зарекомендовала себя как специалист. Она не только учится, но и работает в одном из ведущих салонов Бреста. Она уверена, что профессия, выбранная ею в начале своего пути, правильная. А потому новые победы и признания не заставят себя долго ждать. Герои нашего заключительного материала итоговой программы – легендарные белорусские песняры. Вокально-инструментальный ансамбль, который по праву называют белорусской группой Битлз, и которые вот уже 45 лет на сцене. Их творческий путь нельзя назвать безоблачным, он довольно тернист. Они пережили взлеты, падения, расколы. Но именно белорусских песняров, костяки с тех людей, которые стояли у истоков, сегодня называют последователями и преемниками Владимира Мулявина. Наверное, если бы работала Касса, на ее окошке была бы табличка «Все билеты проданы» про концерт, который состоялся в общественно-культурном центре, можно смело сказать, а это был аншлаг. Зритель пел любимые хиты вместе с белорусскими песнярами и долго не отпускал артистов после концерта. Солисты песняров Олег Аверин и Валерий Дайнека немного пооткровенничали перед началом выступления с нашим корреспондентом. Я думаю, услышать их вам весьма интересно. Смотрите материал Лариса Смолович. Лариса Смолович. Александрина, наш любимый, Беловежская пуща и Косевьясь-Канюшин, но эти песни и другие, звучавшие в течение двух часов на сцене областного общественно-культурного центра, сегодня относят к разряду хитовые «Это действительно так», ведь перепеть их так, как могут белорусские песняры. Вряд ли кому удастся. Потрясающий вокал, великолепное многоголосие, изумительное звучание инструмента – все это заставляло зрителя поначалу замирать, а потом вместе с музыкантами петь. Люди по-прежнему любят их, по-прежнему слушают эту музыку. Кого-то она возвращает в молодость, а кто-то только открывает необыкновенную мелодику их песен. Мы все стараемся делать песни современные, это не обязательно они на белорусском языке или не очень белорусские такие, но вот стилизацию, да, вообще я не могу сказать, что мы сейчас вот занимаемся народным творчеством, как это было когда-то Мулявин с Лученковым, мы езжали куда-то далеко, на Полесье, кстати, в Брестскую область, да, вот, и искали там песни. Нет, мы этим сейчас не занимаемся, мы стараемся исполнять старых песняров, то есть берем репертуар старых песен, переделываем песни, ну, все-таки время движется вперед, и делать, как это делает государственный ансамбль, мы не хотим. Но ребятам, может быть, им надо, ну, как-то снять манеру, как-то воплотить идею в свое продолжение песняров. Мы видим продолжение песняров в движении, в современности. Немножко истории. Песняры запели в 1969 году и буквально с первых концертов завоевали признание не только у белорусов, но и у людей всего Советского Союза сегодня. Руководителя песняров Владимира Мулявина, жизнь которого оборвалась в 2003 году, называют легендарным белорусским песняром, наверное. Поэтому и сегодняшний коллектив называет себя именно так. Белорусские песняры – это те, кто учился у Мулявина, кто пел с Мулявиным. Благодаря ему многие нашли себя в музыке. Так случилось и с нашим земляком Олегом Авериным, который тогда был известным в Бресте рок-музыкантом «Виа Золотая середина». Мулявин, когда познакомился со мной в 1992 году в Бресте, на съемках, именно в этом городе я написал песню первую для песняров, называлась она «Ночка темная». Я же ее исполнял в песнярах, и Мулявин каждый раз, когда я выходил на сцену, он говорил, «Это наш новый солист, музыкант Олег, он из Бреста». Я к нему подходил, пока шло вступление, говорил, «Владимир Георгиевич, ну зачем вы так? Ну мы же оба с вами с Урала». Тихо, молчи, никто не знает, Брест лучше звучит. Для него Брест звучало лучше, и для меня тоже. По жизни вообще Брест – это не просто место, где я когда-то жил. Это действительно абсолютно родной город, который меня воспитал, который меня сделал музыкантом, песняром. В основе стиля песняров лежал белорусский фольклор. Они включали в репертуар эстрадные обработки народных песен, а тексты были посвящены белорусской культуре и истории. Они и сегодня исполняют фольклорные белорусские песни, придают им современное звучание, ведь время движется семимильными шагами, необходимо идти с ним хотя бы рядом. Но при всем раскладе они остаются верными урокам Улявина. Новые песни – свидетельство того. Он всегда был и останется вне какой-либо зоны критики, потому что это музыкант действительно великий. И, казалось бы, песниры, они брали за основу просто мелодию народную и пытались ее всеми способами обыстрадить, скажем так, ни черта подобного. Он очень четко следил за гармонией, которая нанизывается на эти мелодии. Он очень четко следил, чтобы не звучали ни маримбы, ни латинские инструменты, не вставлялись ни бонги, чтобы гитара не звучала нейлоновой струной, открытой, как цыганская, чтобы не было никакого кабака, чтобы никакого чистого саксофонного звука. У него были свои правила восприятия музыки. Он делал не эстраду, и он вообще очень не любил, когда вот это параллели такие находились. Не ищут на эстраде нелепой популярности сегодняшние песняры. Они сами по себе. Наверное, это их неординарность позволила не растерять себя и не потерять своего слушателя. Где бы ни проходили концерты, сколь долго бы не были в каком-то городе, зал неизменно будет полон тех, кто зачарован их песнями. Они поют про верность любимым, про прекрасную Беларусь, про вечные устои на земле. А ведь это самое главное в такой неспокойный век. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я перестроился в эту честность отношения к музыке и к земле, которая, повторяю, для меня стала второй родиной. Я ей очень благодарен за это, за то, что она меня познакомила с Мулявином и за возможность пожелать вам, как я на концертах говорю в разных странах, хай вам, боженька, помогая. Дорогие земляки, люблю вас всегда с вами, всегда ваш. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинформе. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь с вами проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БукТВ.бай. Познавательные, важные и актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании БукТВ.бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 12 и 13 октября Брестская область останется под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с юго-западной Европы. Сохранится теплая, солнечная, без осадков погода. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха в воскресный день 12 октября ночью составит 12-14 градусов со знаком плюс. До 23 прогреется воздух днем. Начало рабочей недели также будет весьма теплым, можно сказать, летним. Плюс 12-14 в ночные часы. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова